Их работа опасна и трудна, но так необходима. Пожарно-спасательный гарнизон Ленинского городского округа уже второй год подряд становится лучшим в Подмосковье. Такую оценку дали гарнизону за высокие результаты оперативного реагирования, качество работы на пожарах и при чрезвычайных ситуациях и занятые призовые места на областных спортивных соревнованиях. Это вообще слаженная работа. Тут 100% совместно с администрацией, совместно с объектами, которые так или иначе участвуют и в тушении пожаров, и помогают нам в организационной работе. То есть вся система РСЧС тут оценивается, как сработало в течение года. Сотрудники гарнизона готовы к выезду 24 часа в сутки, ведь призыв о помощи может поступить в любое время. В среднем в день обычно поступает 5-7 вызовов. Улица Заводская, дом 34, квартира 78. Дым из окна. Теперь на сборы у спасателей есть 27 секунд, чтобы экипироваться, а затем умчаться на встречу с опасностью. Ликвидировать пожар, последствия ДТП или прорыв трубы, спасательные работы во время паводков или любых чрезвычайных ситуаций, казалось бы, нет ничего, что было бы не по плечу бойцам пожарно-спасательного гарнизона. Должен быть, безусловно, смелый, должен быть готов к самопожертвованию, потому что работа это обязывает, и должен быть выносливый. Можете себе представить, вот там на 15 этаж забежать в полной экипировке, вот какая нагрузка на организм. Константин Жаворонков уже 5 лет работает спасателем. Говорит, с тех пор ни разу не пожалел о выборе профессии, всегда тянуло совершать подвиги. Хотя, признается, работа не из легких. Когда ты находишься в дыму, тушишь квартиру, как правило, или дом, ты ничего не видишь абсолютно. Полная темнота, видишь только вспышки, где-то там что-то горит. Видишь немножко огня и идешь на него. Идешь на температуру и на свет. И найти пострадавшего в этот момент, и еще при этом потушить это все нужно, и самому оттуда выйти, это очень тяжело. Каждый день спасателям приходится сталкиваться с опасностью, с нестандартными и сложными случаями. На пожаре буквально совсем недавно увидел, что такое обратная тяга. Закрытое горение. Внутри какого-либо помещения открытых чагов не видно. Дверь открываешь, и происходит хлопок. Дверь, получается, вышибает. И появляется сильная температура, и открытые языки пламени. В пожарно-спасательной части есть все необходимое. Кухня, спальня, учебный зал, тренажеры. Каждый день в расписании сотрудников занятия по физподготовке, чтобы всегда быть в форме, учеба и отработка нормативов. И, конечно же, подвиги. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова